Всем привет! Сегодняшнее видео я так быстренько расскажу о тех продуктах, которые у меня есть на марке Essence и о моем впечатлении от них. Итак, начать я хочу вот с такой вот пудры, компактной пудры, как она называется? Компакт пудры, так и называется. У меня номер 02, Soft Beige. Что хочу о ней сказать? Вот так она выглядит. Вот, как видно, я ей, в общем-то, пользуюсь. Она мне нравится. Я не часто ей пользуюсь, но она мне очень нравится, потому что она дает такое легенькое покрытие, именно такое, какое я жду от пудры. То есть мне не нужно, чтобы она там мне все перекрывала, все там куда-то скрывала. Нет, очень легенькая. Вот, она очень, естественно, хорошо смотрится на лице, не дешево, так знаете, такой маской, да, пудровой. Вот, хотя, в общем-то, как понятно, по стоимости она очень дешевая, но вообще, мне кажется, отношение цена-качество просто отличное. То есть за такие деньги, такую замечательную пудру, очень довольна. Вот, ну и цвет такой, в общем-то, довольно бежевый, да. Ну, наверное, ничего не видно. Вот, в общем, хорошая пудра. Того, что мне также понравились румяна, у меня еще есть такие румяна, я не могу сказать, они мне не понравились. Они у меня какой-то там номер 1, 0, а 10, Adorable. Написано, мне тут все. Цвет, в общем-то, довольно приятный, да, но они, вот сколько бы я ни терла, вот чуть-чуть есть, они вообще не видны, они вообще никак не ложатся, их вообще просто нет на лице, вот эти румяны. Ну, никак. Может быть, это мне так не повезло, потому что, в принципе, я слышала, некоторым людям они нравятся, но я вообще от них хоть выброшу, вот, наверное, сейчас сниму видео и выброшу. Ну, вообще, то есть, мне нравится. Дальше. Также у меня есть тени. Я с нас, у меня есть вот такая вот серо-розовая гамма, палеточка, я не знаю, что это, 0,2. Вот они там, номер 0,2. Вот так они выдвигаются, такие тени. Ну, в общем-то, я ими пользуюсь иногда, но сами по себе цвета очень приятные, да, такие, в общем-то, очень красивые, но вот серый, например, он очень плохо растушевывается. У меня, во всяком случае, он растушевывается, знаете, в такое вот грязное пятно, поэтому вот, ну, а розовый, если вот наложить, как бы, да, вот здесь немножко розовый, здесь немножко серый, то вроде как ничего. А если что-то пытаться растушевать, то вообще это не вариант, но, во всяком случае, у меня с ними, и поэтому я ими редко пользуюсь. Ну, вот розовым еще иногда, но серый что-то мне не очень. Также у меня есть еще одни румяна, но я их покажу, хотя тут как бы, да, тут, ну, ничего нет, они у меня такие старые, вот такие вот, его можно как хайлайтер использовать, такие белые, блестючие, очень хорошо, очень сильно пигментированные. Эти я люблю, вот, хотя, как видно, пользуюсь ими нечасто, но иногда, когда приспичит сделать, вот зимой я ими пользовалась, я делала вот этот белый цвет вместе с золотым, знаете, такой вот макияж снежной королевы, вот, такой вот морозный, зимний. Очень красиво смотрелось. Так что, в общем-то, ну, тени, видимо, зависят от самих теней, от конкретных, какие-то хорошие, какие-то нет, вот, мне вот так вот повезло, не повезло. Дальше, у меня есть кисточка, вот такая вот скошена от Essence, этой кисточкой я рисовала стрелки, вот, одно время, но она, конечно же, искусственная, она довольно такая жесткая, но рисовала она хорошо, нет, она рисовала нормально, вот, нормально рисовала, вот, хорошо, это, скажем так, сейчас у меня рисует вот эта, да, тоненькая кисточка Макс, Мак, Макс, вот, а я рисовала нормально, где-то какими-то такими углами, ну, не очень аккуратно, но в целом нормально, я ее все равно не выбрасываю, потому что я иногда ей что-то вниз кладу, но стрелки сейчас не рисую, потому что у меня есть более интересная и лучшая для этого вещь. Также у меня есть еще вот такая вот штука. Это была лимитированная какая-то коллекция, где-то в Германии я покупала. Вот, видите, «Любовь вампира». Это вот на тему вампирской сагой, или что там было с этим Робертом Паттингс. В общем, вы меня поняли, с кем я не любитель этих фильмов, поэтому не могу вам точно сказать. В общем, в Германии была такая вот лимитированная коллекция. Это, короче, пудра для придания объема... Вот она вот такая вот, видите, да, вся сыплется. Вот для придания объема ресниц. Очень классная вещь. К ней еще пошла щеточка, но я ее что-то сейчас не нашла. Такая, ну, обычная, как щеточка для ресниц, да, для ресниц, там, для бровей. Вот, как ее пользоваться? Вы красите свои ресницы своей обычной тушью, потом закрываете глаз, ею наносите, ну, как бы сверху эту пудру, даете ей высохнуть. По-моему, да, так. Что-то я уже не помню. Или даже не высыхая. Да. И, по-моему, еще раз можно прокрасить ресницы тушью, да. И у вас эффект прям таких вот объемных, суперобъемных ресниц. Очень классная вещь. Я вот ей пользуюсь. Ну, когда, знаете, на такие какие-то мероприятия так особо нет. И еще у меня есть два лака от Essence. Это вот такой вот красный обычный лак. Про лаки просто хочу сказать, что у них очень хорошие лаки. Я очень ими довольна. Они мне очень нравятся. И хорошо держатся, хорошо наносятся. Очень удобная кисточка. Ну, вот конкретно у меня номер 22. Тут, конечно, не видно. Вот такой вот красный. Вот. И есть у меня, вот что я всем советую, кто хочет достичь какого-то матового покрытия в своем маникюре. Вот такое вот матовое покрытие от Essence. Это обалденная вещь. То есть он, даже, наверное, видно, что у меня его уже там израсходовалось. Его вот даже сейчас вот. Вот у меня такой матовый эффект ногтей достигнут. Обычный лак, обычный какой-то у меня был лак, даже с блестками. Я покрыла сверху вот этим вот покрытием. И у меня получился вот такой вот матовый эффект. Просто я люблю матовые маникюры, поэтому это моя тема. В принципе, это было все. Все, что у меня есть от Essence. В целом могу сказать, что фирма неплохая. То есть если выбирать какие-то конкретные вещи, то можно попасть. Очень хорошо. Вам очень повезет. И вы будете довольны. Ну, некоторые, конечно, вещи так себе. А, еще у меня была тушь. Ну, про тушь это вообще. Я могу и петь бесконечно дифирамбы. Обалденная была. У меня была вот эта бестселлер их тушь. Она была вот такая. И, наверное, я даже думаю, что никакие... Даже сейчас вот у меня, по-моему, на глазах Essence. Ой, Господи, что я говорю? Шесейда. Она не дает мне такой эффект, как давала мне та тушь Essence. Она была обалденная. Поэтому тушь у них классная. И, в принципе, многие говорят, что там хорошая туша. Я с ними тоже солидарна, тоже согласна. Так что приглядитесь к ним. А так, в целом, марка хорошая. Вот. И тем более, что она довольно такая дешевая. Я думаю, что это классно, да. Иногда что-то купить очень дешевое, очень удачное, очень хорошее, хорошего качества. В принципе, это было все мое видео. Вот. Всем давайте. До встречи. Пока.